Эколого-патриотическая акция «Лес Победы» уже четвертый год подряд проходит под эгидой международной акции «Сад памяти». В этот раз мероприятие, в котором традиционно участвуют местные жители, военнослужащие, их родственники и дети, возглавили председатель регионального союза женщин России Екатерина Багдасарова и глава округа Андрей Иванов. Мы восстанавливаем леса Подмосковья, которые значительно пострадали как раз в годы Великой Отечественной войны. Потом было много аномальных погодных явлений, караэт типограф, который тоже погубил леса. Поэтому наш священный долг – восстановить легкие леса Подмосковья. Восстановление лесов – не единственная цель. Высадку зеленых насаждений также организовали вблизи объектов социальной инфраструктуры. В этом году основной площадкой в Одинцовском округе стала территория детского сада номер 74 в Кубинке. Совместными усилиями здесь высадили туи, гортензию, плодовые деревья, сирень, рябину, кустарники черной и красной смородины. Я хочу пожелать, чтобы этот сад победы приносил цветы, плоды вам и хорошее настроение. Подобные акции не только объединяют и сближают несколько поколений, но и формируют правильное отношение к окружающей среде. Хочется, чтобы Кубинка была лучше, чтобы ее озеленяли, чтобы улучшали. И гораздо приятнее, согласитесь, гулять по асфальту красивому вокруг, когда все зеленое, чем когда что-то разрушенное или грязное. В этом году акция «Лес Победы» прошла на 39 площадках Одинцовского округа. На 10 гектарах земли высадили 980 саженцев. В акции приняли участие 1300 человек. Всего же на территории Московской области было организовано более 660 площадок, на которых озеленили порядка 90 гектар. Елена Краева, телекомпания Одинцова.